Всем привет, друзья! Сегодня я снимаю свой блог с Куликово поля. Всем привет! Сегодня мы на Куликово поле. Люди сюда приезжают основательно обосноваться на этом Куликовом поле с палатками, с огромными сумками запасной еды. Мы тут налегке, да, с гитарами приезжают, все как положено. Душевная атмосфера, шашлычки. На самом деле здесь все очень классно, на самом деле душевно. Главное, еще и красиво. Обалденные красоты памятники, напоминающие наши корни исконные, российские, русские. А еще здесь классная брусчатка, или как ее назвать, в которую можно классно-классно ходить. Очень приятно, кстати. Надеюсь, там хорошо видно. За мной расположился самый настоящий палаточный городок. Там вдалеке виднеется сцена, слышны голоса певцов. Здесь даже есть огромная бочка с водой. Возможно, даже питьевой. Конечно, знали. Здесь дорога уже становится хуже. Есть тропинки, выложенные какими-то асфальтиками, плитками, но они становятся все уже и уже. Все больше появляется вот такая вот грязь. Здесь совсем недавно прошел очень сильный ливень, поэтому здесь даже тягачи вытаскивали некоторые машины, которые припарковались поглубже и хотели поближе к гуляковому полю попасть. А вот и сцена. Сцена, 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 сцена. Прямо сзади меня. Взять-ка ты на боинку, коврик постели. И своим ковбоям быстренько вали. Вечеринка, ковстры становятся все красивее, песни все больше берут за душу. В общем, гуляем. Теперь у нас началась совсем трава. Асфальтом теперь тут даже не пахнет. Хотя приятно ступать по мокрой траве. Для деток сделали, видишь? Можно? Как здорово. Не, Ник, сейчас нельзя, сейчас мокрый там очень. Вот мы сейчас в палаточном городке. Ник, как впечатляет. Впервые в таком. Так себе. Смотри, какая маленькая палаточка. Как раз для Ники была. В самый раз, да? Местные футбольные команды. Маленькая собачонка. Ого, а там за рекой еще машины. Ничего себе. Местная молодежь ловит кого-то из этой речки. Интересно. Каких-нибудь головастиков, лягушек. Мы цена, мы все. Мы цены. Здесь у кого-то развиваются какие-то пиратские флаги со скелетом рыбы и с черепом. Сейчас плохо видно. Но там череп. Поверьте мне. Что-то есть. Что-то есть. У нас хочется. Что-то есть. Ага. Мы призмали. Как здорово. Большое. Я ждал этого. Кто это обратил, надо писать. Здорово. Девчонки собирают букетики. Красота. Да, есть золотая. Стра-то-то. Решили подняться на высокую гору по ступенькам. И заметили здесь такие мостики. И ведущие под них такие рыки или акведуки, по которым, видимо, стекает вода. Мы сейчас отошли подальше от сцены. И здесь стали слышны птицы. Пойдем. Мы забрались почти на самый верх. И отсюда открывается шикардовский вид на какую-то реку. Может, это даже река Дон. Нужно будет уточнить по карте. За рекой располагается еще один палаточный городок. В общем, здесь отдыхают масштабно. В общем, дошли мы теперь до какого-то еще догуляли. До такого песка камней. Камни песка. Мелкие-мелкие камушки. Такие классно выглядят на самом деле. Волну нашла? Давай. Вверх. Вниз. Вверх. И крутой спуск, да? Ничего себе. Подожди. Ну, давай. Осторожно. Только осторожно. Ничего себе. Вот отсюда хорошо виден городок, который располагается за речкой. Крутота. Вот такое вот у нас Куликово поле Тульской области. Кстати, от самой Тулы мы ехали до сюда часа два-два с половиной. Нехило-то. Так что от самой Тулы до Куликово поле поля где-то 130 километров. Над рекой поднялся густой туман. И мы дошли, пожалуй, до самой последней, видимо, на этом холме достопримечательности Куликово поле. До вот такого монумента. Не знаю, что это. Сейчас подойдем поближе и посмотрим. Пс, здесь что-то написано. Сглядеть бы. Святой преподобный Сергий благословляет на битву Дмитрия Донского. Вот что тут написано. Пока-пока. Пока-пока.